Ученые развернули фараона Аминхотепа I, который правил с 1525 по 1504 год до н.э. с помощью компьютерной томографии. У египетской мумии все еще хорошие зубы 3500 лет спустя после смерти. Мумифицированные останки правителей Египта всегда были источником интриг для людей по всему миру, давая представление об этой древней цивилизации. Сейчас ученые впервые развернули мумию, на этот раз виртуально. Это единственная королевская мумия, оставшаяся нераспечатанной в наше время. Сканирование показало, что фараону было 35 лет, его рост 169 см и находился в хорошем физическом состоянии, когда умер. Его смерть, скорее всего, произошла от естественных причин. В исследовании ученые описали внешний вид, состояние здоровья, причину смерти и стиль мумификации королевской особы. Они исследовали мумию с помощью компьютерной томографии и сгенерировали двух- и трехмерные изображения маски для головы, бинтов и практически развернутой мумии. Распечатав цифровую упаковку королевской мумии, ученые обнаружили, что он внешне напоминал своего отца. Узкий подбородок, маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы. Ученые заявили, что они не смогли найти никаких ран или увечий из-за болезни, чтобы узнать точную причину смерти, за исключением многочисленных посмертных увечий, предположительно нанесенных грабителями могил. При мумифицировании его внутренние органы были удалены, но мозг и сердце оставлены на месте. Египетские мумии часто наделяют мистическими способностями, но это произошло в основном благодаря голливудским фильмам. Египтологи давно могли бы открыть мумию, но не сделали это не из-за страха перед мифами. Исследователи объяснили это тем, что мумия была идеально создана и украшена, поэтому сохранили все как есть.